Госдума уже завтра рассмотрит во втором чтении резонансный законопроект о декриминализации домашнего насилия. Споры о необходимости его принятия кипят в разных слоях общества. Мнение за и против, в том числе высказывают родители, детские психологи, эксперты. Очевидно, что именно общественное мнение в таком неоднозначном вопросе должно играть первостепенную роль. Об этом сегодня заявил и спикер Госдумы. Евгений Лямин изучил все тонкости нового законопроекта. У нас произошел конфликт по поводу кражи денег. У нас пропала крупная сумма. И обратившись к своей дочери, мы услышали в ответ, я не брала, это не я. И когда я в порыве гнева взялась за ремень, у нас произошла небольшая потасовка. То есть я ее, она меня была обоюдная драка. Анастасия просит не показывать ее лицо. Так получилось, говорит, что скрывается от следствия. Вместе с супругом они фигуранты уголовного дела. Дочь написала заявление. Позже сама же созналась, что действительно она взяла деньги. Через неделю, может быть, прошло. И она все осознала, все помирились. Но в полиции дело прекратить отказались. Дознаватель был не против прекратить, но он сослался на то, что запретил прокурор категорически. Два года лишения свободы нам грозит. Некоторые отделы внутренних дел слишком рьяно взялись за выявление наказания, возбуждение уголовных дел именно по 116 статье. Потому что это очень легкая статья. Открыл уголовное дело, вот они виновные тут же. И тут же назначили наказание. То есть дело закрыто, показатели, цифры, все в порядке. Все началось с лета прошлого года, поясняют правозащитники, когда внесли изменения в законодательство. Тогда статья «Побои» была декриминализирована. То, что касается посторонних, конфликта на улице, между соседями и ответственные законодатели перевели в административную плоскость. Но вместе с тем появилось понятие «близкие лица», то есть члены семьи. И за аналогичные побои для самых близких наказание куда суровее. К примеру, мать-одиночка дала подзатыльник сыну за то, что он, к примеру, совершил кражу. И вот мать-одиночка по действующей статье будет привлечена к уголовной ответственности. А если этот же поступок совершил учитель, например, к примеру, или посторонний человек-сосед, то, соответственно, он будет привлечен к административной ответственности. И, на мой взгляд, это полный абсурд. В Госдуме этот законопроект называют не иначе, как работа над ошибками. Ведь, помимо прочего, как говорят, были нарушены базовые принципы уголовного права. Ведь следующее по тяжести статья – это причинение легкого вреда здоровью. Следующее по тяжести за побоями. Так вот, за причинение легкого вреда здоровью, а это уже и больничная госпитализация, это, возможно, перелом руки, ноги, это сотрясение головного мозга. Вот за такого рода действия максимальная ответственность – 4 месяца ареста. А за синяки без ущерба здоровью – 2 года лишения свободы. Мы всегда говорим о том, что должен быть отдельный закон о профилактике семейно-бытового насилия. И этот законопроект тоже в Государственную Думу был давным-давно уже дан. Ведь почему сегодня такая политика? Мы боимся вот в отношении близких, что ребенок на маму что-то там заявит и так далее. И тогда действительно за какой-то шлепок уголовная ответственность – это же тоже неправильно. Поэтому я думаю, что рассудит настолько практика. Важно, поясняя депутаты, уголовная ответственность за побои останется. По новому законопроекту за первый случай побоев административная ответственность – до 15 суток ареста или же до 120 часов общественных работ. При повторном ответственность уже уголовная. Ведь, как говорят психологи, важна профилактика насилия в семье. И, конечно же, здесь нужно время. Сегодня же законодательно у семьи его просто нет. Уголовная ответственность наступает сразу же. Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью. Нам важно, чтобы эти вопросы все-таки воспринимались обществом, что государство создает, в первую очередь, условия для создания крепких семей. Мы посмотрели и анализ, и итоги с логических исследований. И видим, что большинство общества, 59% высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы именно таких незначительных каких-то конфликтов, которые не повлекли вред здоровью. Не нанесение вреда здоровью – это главное. Ведь изменение, то есть декриминализация, говорят законодатели, это вовсе не означает поощрение или снятие ответственности. Бьет – значит любит. Куда важнее неотвратимость наказания. Но вместе с тем и сохранение семьи без уголовного прошлого. Евгений Лямин, Дарья Ярыбакова, Муниса Усманова, Артен Тихонов, Юлия Ходорова и Евгения Ефимова. Первый канал.